Всем привет-привет! Рада вас видеть на своем канале. Надеюсь, у вас все хорошо, все замечательно. Сегодня у нас, значит, пятница. Напоминаю, что в разделе сообщества выходят анонсы на Блиц-консультации. Раздел сообщества, ссылка есть на него под этим видео. Заходите, смотрите. Также по ссылке «Мои услуги» вы сможете увидеть ссылку на мой телеграм-канал. Кому интересно, заходите на нем. Он необычный. Необычный в контексте того, что я его не веду так, как ведут люди, коллеги, скорее всего, тарологи. То есть там не только расклады. Там моя жизнь, хочется сказать. То есть я там выкладываю абсолютно все, что посчитаю нужным. То есть это может быть какая-то определенная конкретная тематика. И на эту тему я могу найти, например, в Ютубе ролики и выкладывать их туда для понимания. Например, недавно там речь зашла про синхроничность по юнгу. Я нашла ролики, выложила. Дальше был, например, вопрос, скорее всего, я делала расклад про отношения. И там всплыла тема каких-то детских травм. И я вложила ролик «Этапы развития человека по Эрикссону». То есть разные этапы для того, чтобы понимать, на каком этапе что формируется. То есть такие ролики я тоже выкладываю. Выкладываю юмор из ТикТока, иногда нахожу какие-нибудь такие смешные и забавные. Мне хочется. Конечно же, выкладываю, раскладываю, выкладываю какие-то позитивные мысли. Может быть, свои соображения. Плюс ко всему, когда у меня есть время, и я, допустим, утром на тренировку, либо возвращаюсь в тренировки, обязательно запишу какую-нибудь красоту, которую я увижу на улице. Либо просто что-то в эти маленькие кругляшочки. То есть это канал, он такой разносторонний. Это не в одном направлении. Во-первых, я не люблю монотонность. А во-вторых, я считаю, что, ну, по крайней мере, для меня это все связано. То есть то, что я выкладываю, это все имеет какой-то определенный смысл. То есть это не разношерстная информация, хотя она из разных сфер может быть. Короче, записывайтесь, кому интересно. Но с одним условием, чтобы была активность. То есть если просто зайти, так посмотреть, понаблюдать, ну, мне это лично будет не интересно. Я люблю активных людей, понимаете, когда вот ты что-то делаешь, и к тебе приходит обратная связь. Это интересно. Почему? Потому что ты видишь вовлеченность людей. Вот, допустим, я сейчас что-то говорю, вы смотрите, вам интересно же меня слушать. А теперь представьте, что я что-то сказала, а в обрат, в ответ не получила обратной связи. Ты сидишь и думаешь, это интересно было, неинтересно, полезно, не полезно. Ну, хотя бы лайк поставил, что ладно, комментарии не хотите писать, хотя бы какой-то лайк, чтобы я по этому лайку поняла настроение. Там улыбается смайльник этот, либо там раздражается, либо задумался. Что-то, потому что мы настолько привыкли в наше время вот это вот тупо прокручивать ленту и не включаться, что идёт атрофирование нашего мозга. То есть мы, по сути, уже разучились мыслить элементарно, тупим. Тупим почему? Потому что не совершаем, нет реакции, нет включённости. И жизнь у нас так проходит. Поэтому мне приятно, когда люди активничают. Опять же, я же не говорю, чтобы писали комментарии. Но вот хотя бы эти смайлики ставили. Для меня это очень важно. То есть представьте, кто-то может сейчас слушать, допустим, даже если возьмём не меня, а просто представьте себя на месте другого человека, который создаёт какой-то контент. Не важно, какой это канал. Сколько сил он прикладывает для того, чтобы найти эту информацию, да, если там особенно красивые фоточки, их подобрать, это всё написать. Это очень много времени забирает. Особенно если есть какие-то комментарии, на них нужно ответить. Это много времени забирает. Кто-то может сказать, ну, конечно же, это же, допустим, твоя работа, либо ещё что-то. Безусловно, никто же не сомневается в этом. Но представьте, как приятно. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, взаимность должна быть. Если нет взаимности, то, опять же, это мои какие-то суждения. Наверное, мне надо быть более гибкой в этом плане, да, я всё себя учу. Но с другой стороны, блин, мир, он такой разнообразный, интересный. Всегда же найдётся то, что интересно вам. А если интересно, оно же не просто так интересно, да, то вот какую-то реакцию же нужно создать. Ну, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Как вариант. Ну, мне кажется, что, просто знаете, как, опять же, по себе людей не сует. Но я сужу, и это плохо. Например, если есть какие-то каналы на Ютьюбе, да, либо в Телеграме. Я никогда не подписываюсь, если я, мне это не интересно. А если интересно, то я всегда обязательно поставлю лайк. Комментарий, может, не пишу, да, на Ютьюбе. Если это в Телеграме, ещё могу как-то написать. Вот, почему не пишу комментарии, скажу, потому что я не готова вступать в дискуссию и диалог с людьми. То есть, когда ты пишешь комментарии, нужно быть готовой к тому, что будет реакция на то, что ты напишешь. Она может быть приятная, она может быть неприятная. И поскольку я не готова к последствиям, поэтому я и не пишу комментарии. Но поставить лайк, либо там, не знаю, переслать, поделиться, это я делаю всегда с удовольствием. А те каналы, которые я вообще никак не смотрю, я на них даже и не подписываюсь. Ну, то есть, я не тот человек, который подписан на 150 каналов, да, и вообще туда даже и не заходит. То есть, есть и такие люди. Нет, я так не делаю. Ладно, сегодня у нас будет короткий расклад. Вот, ну, коротким я его хочу сделать. Позиции, видите, на три позиции, значит, название. Сейчас я его прочитаю, тут так далеко. Владеете ли вы силой слова и какова цена вашего слова? Вот сегодня мы будем смотреть про это. Так, надеюсь, определились. Позиция номер один, голубенький камешек. Владеете ли вы единички силой слова? На начальном этапе, на начальном этапе, да, то есть поджезлов. Где-то есть какие-то стеснения, где-то есть какая-то неуверенность. Вам кажется, что вы еще, возможно, недостаточно владеете информацией, недостаточно чего-то знаете. Вот, хотя Аркан показывает то, что у вас уже всего все достаточно, да, и знаний, и опыта. Просто вы не решаетесь двигаться вперед. Либо это делаете как-то, знаете, настороженно, настороженно. Поэтому здесь речь идет на начальном этапе. Начальный этап, я сказала, и Аркан Шута вышел. Либо здесь произошло какое-то, знаете, обновление. Обновление в контексте того, что человек понял и осознал, насколько его слова в контексте мысли влияют на его жизнь, и он как будто бы их обнуляет и выбирает более позитивный формат. Жезл. Жезл у нас всегда говорят про позитив. То есть Аркан Шута говорит о том, что, оглядываясь на свое какое-то прошлое, еще не совсем понимая, куда я двигаюсь вперед, именно в контексте нашей тематики. Использование силы слова. Но потенциал есть, и уже какие-то начинания есть. То есть вы уже начинаете как-то отслеживать, замечать, насколько вы говорите, что вы говорите. То есть обращаете на это внимание и стараетесь мыслить позитивно. То есть вкладывать свою энергию слова в позитивное. Возможно, как-то создаете какие-то намерения, аффирмации для себя. Либо высказываете какие-то намерения в позитивном ключе. Но это только на начальном этапе. Да, начальный этап, потому что выпадает Аркан Мира. Это переходный такой этап. То есть что-то, видимо, что-то такое в прошлое там были, или что вы, что вы туда оглядываетесь. В прошлом был Аркан Солнца. А, в прошлом, скорее всего, это у вас зародилось, вот это вот начало. Вот. И, возможно, был какой-то опыт такой достаточно позитивный, когда вы что-то сказали, зарядили слова силой, и вы увидели результат. Результат своего, своих этих действий. И, возможно, это и послужило тем, что вы сейчас направлены, либо ориентированы в этом направлении. Но, опять же таки, это только начало. Но очень важное начало, потому что выпадают великие Арканы. Такое ощущение, что вот это вот предначертано, да, как будто бы было. Так. Какова цена вашего слова? Какова цена вашего слова? Четверка жезлов. Сейчас, секундочку. Здесь что-то идет, и я не могу нащупать. Здесь как будто бы идет энергия того, что вы умеете договариваться как-то с людьми разношерстными, ну, то есть не похожие на вас. Как, знаете, какое-то вот объединение, объединение. Может быть, принятие каких-то чужих мнений. Вот какое-то согласие идет, согласие как объединение людей с разными взглядами, с разным поведением, культурой, воспитанием. Вот какое-то вот объединение идет. Позитивный, конечно же, момент, стабильное, стабильное. Какая-то стабилизация идет. Здесь, знаете, хочется сказать, что вот как-то поменялся, что-то поменялось в вашем характере, что касается коммуникации, общения. И вот общение ваше стало, оно более позитивным. Более позитивным, комфортным, приятным. Причем, смотрите, выпадают жезлы. Выпадают жезлы. Какова цена вашего слова? Ну, она велика. На самом деле велика, потому что выпал маг. Маг – это вот волшебник слова, на самом деле, является. Ну, вот я не понимаю, о чем здесь двойка жезлов. Здесь присутствует какая-то борьба. Понимаете, борьба между... Между какими-то вашими собственными желаниями. И каким-то вашим проявлением в социуме. Опять же, как будто бы надо... Надо как-то... По идее, надо это соединить. А вы почему-то выбираете либо одну, либо другое. Но и то, и другое, оно позитивное. Потому что здесь выпадает плодородие, а здесь выпадает императрица. И то, и другое – это, по сути, равнозначное. В чем у вас здесь выбор-то? В чем идет выбор? Между материи. Да, как-то вот... Между тем, чтобы, знаете, наверное, действовать и остановиться, и не действовать. То есть быть-не быть. Делать-не делать. Скорее всего, он здесь человек, который хоть и начинается... Вот начальный этап, но не то, что ваша... Вес вашего слова, он на начальном этапе. Здесь, скорее всего, формат немножко изменился, да? Ваше общение, вашей коммуникации. То, как вы стали обращать внимание на слова. Почему? Потому что, по-моему, у вас есть огромная сила. Сила внушения, сила убеждения, сила лидерская такая, вести за собой людей, вдохновлять, направлять, передавать. То есть вы... Ваше слово, оно имеет очень большой вес. Не просто большой, а очень большой вес. Но вот вы как будто бы здесь... На данный момент, как человек, который хочет определиться между тем, делать что-то, либо не делать. Как-то, возможно, проявлять себя, либо не проявлять. Опять себя проявлять, не проявлять. Здесь, знаете, как будто бы... Вопрос заключается в том, что это интровертность, либо экстравертность. Почему? Потому что у меня такое ощущение, что по натуре своей вы, допустим, интровертный человек. Ну, то есть вам нравится быть в себе. Но как будто бы вселенная требует от вас на данный момент быть экстравертным. То есть передавать какие-то знания, говорить. То есть более активничать. А вам этого не хочется. Вот в этом-то причина. В том, что для себя, вот если мы говорим для себя, ваше слово, ваше намерение, да, то, что вот вы материализуете, оно имеет силу, да. Вот подумал, да. Там, я не знаю, представил, да. И оно случилось. А здесь говорится о том, что для себя это хорошо, но как-то вот для вселенной, для общего блага, это мало. То есть вот, допустим, ваш навык, это, да, это ваша сила. Слово, она дана для того, чтобы она как-то, она предназначена для других людей, не для себя. То есть для себя вы ее хорошо развили до уровня, условно говоря, просветления и мага, а для других на уровне шута. То есть это вот новое, то, что вы отдаете сейчас. И поэтому здесь присутствует такая неуверенность, что я не совсем уверен, что в моих словах есть какая-то сила, понимаете. Для себя вы это понимаете, потому что есть мудрость здесь присутствует. Вы понимаете, что ваша сила, ваше слово, оно весомо. Но вот насколько она будет весома для других, насколько она значима для других, здесь вы еще пока не уверены. Почему? Потому что именно вот какой-то формат передачи этого слова, раньше как-то было по-другому, а сейчас какой-то новый формат передачи, и он вызывает у вас какую-то неуверенность. А что это за формат новый? Но он идет, знаете, из вашего опыта через какую-то силу, не знаю, какую-то силу в себе ощутили, что-то в себе открыли, не знаю, что-то поняли, возможно, что-то изучали, и теперь вам это хочется как-то передать, но вы не уверены, нужно ли это людям или нет. Возможно, здесь речь идет оба знания, которые связаны о том, как на самом деле наши мысли и наши эмоции, хоть их и разделяют по разным категориям, насколько они объединены, насколько они соединены между собой. Вот какая-то новая тенденция здесь идет, какие-то новые знания вы получили, и то ли вы не знаете, как это передавать, каким образом, то ли только начинаете, и вы еще не совсем уверены. Но сила вашего слова велика. Маг – это волшебник, который это все творит. Поэтому сила вашего слова велика, вы это знаете. По крайней мере для себя, особенно если вы о чем-то подумали, то это обязательно случается. Позиция номер два. Двоечки. Владеете ли вы силой слова? Владеете ли вы силой слова? Ну, вы работаете. Вы работаете над этим. Здесь хочется сказать, знаете, что вот если бы вы являлись ведьмой, то это ведьма-природница, ведьма, которая работает со стихией земли, с растениями, то есть вот нашептывание какое-то. Здесь, знаете, владение слова как-то в профессиональной сфере, которая имеет отношение, либо какое-то влияние там, где есть забота. Либо это, знаете, как, не знаю, если кто-то, например, в контексте профессии является кулинаром, либо торты печет. Вот такое ощущение, что вот что-то вы нашептываете, там, говорите. Здесь именно проговорите идет, не про визуализацию, а про говорите. Вот что-то вот вы нашептываете, говорите, особенно если это тесто. С тестом работаете, тесто любит. Какое-то вот такое общение там, как, хочется сказать, как колобок, да? Расти большое, расти большое. Нет, вы смотрите, это тесто, если оно еще и дрожжевое, то оно прям на ваших глазах поднимается. Что-то здесь такое. Поэтому я сказала про ведьму. Ваша сила велика в контексте вашей деятельности, либо в контексте вашей бытовой жизни. То, чем вы занимаетесь каждый день. Вот в этом ваша сила. Может быть, сила слова, почему-то не идет здесь, все равно вот это вот ведьмарство, волшебство, нашептывание. Не знаю, как мы говорим, заговаривали, заговаривали ранку. Да, вот упал ребенок, коленку повредил, вот что-то туда нашептали, и все, и ранка затянулась. Еще вот туда, в детстве полынь, да? Приложили, либо какую-то траву растительную. Но вот здесь вот какое-то нашептывание, нашептывание, либо когда кто-то вот болеет, температура, вы что-то пошептали на ушко, и температура упала, либо болезнь прошла. Вот у меня идет какие-то такие моменты. То есть вы владеете силой слова, если это вот какая-то бытовая магия, то есть то, чем вы занимаетесь в быту. Либо... Причем с огнем даже, да? Здесь что-то такое. Не знаю, что-то связанное с огнем. Может, гончары и здесь что-то такое, да? Хорошо, причем тут гончары и огонь, не знаю, но вот что-то такое. Либо в печи что-то печете. Лепешки, хлеб. Вот об этом. Вот в этом у вас есть великая сила, да? Вы владеете силой слова. А какова цена вашей силы? Какова цена вашей силы? Как и в первом варианте, велика. Только здесь в вас выходит звезда. Там выходил мак, у вас выходит звезда. Цена вашей силы как будто бы, знаете, активизируется либо увеличивается только тогда, когда вы идете в согласие со своим, со своим, своей природой, со своим нутром, хочется сказать, со своей внутренней путеводной звездой. Когда вы слушаете свою душу, здесь какое-то вот целительство тоже идет, излечение. Цена вашего слова. Ну, вы имеете влияние на людей, да? Как будто бы их трансформируете, меняете. Звезда, смерть, дьявол, три великих аркана. Имеет ли цену ваше слово? Конечно. Какую? Великую. Особенно, если это дьявол. Это вот харизма. Причем у нас попадалась здесь королева Пентакли, да, я сказала, это вот земля и огонь. Вот почему-то здесь идет вот эти две стихии земля и огонь. Дьявол тоже у нас про землю идет. Хозяин материи. Вы как будто бы, знаете, как иллюзионист можете создавать какие-то иллюзии. Не знаю, почему, поругайте меня, но здесь идет ведьмство. Я не могу понять, почему. Вот если это не про вас, то просто перезагадайте, потому что здесь мне идут женщины-ведьмочки, даже если это не в контексте профессиональной сферы. Вот это вот ваша природа. Это ваша природа, ведьмство. Знаете, как морок нагнал, вот какую-то иллюзию, какой-то туман нагнал на другого человека, запутал, может быть, знаете, как-то какое-то видоизмененное состояние, вот вы можете, здесь не гипноз, а здесь вот как-то, знаете, как это, Баба-Яга говорит, да, сначала, добрый молодец, что ей говорит, ты сначала меня накорми, напои, спать уложи, а потом и речи вести будем. Вот вы как будто бы такой человек, тебя же сначала накормят, баньку затопит, то есть какими-то такими своими действиями вы можете сбить с ориентиров людей. Вот в этом в вашей заботе, в вашем внимании, вот здесь вот иллюзия, да, она вот про это. Иллюзионист, вот знаете, я не знаю, как может создать иллюзию быта, иллюзию уюта, комфорта, не знаю, там две свечки зажечь, там, эфирное масло, что-то такое, благовоние, и все. И вот тут тоже своего рода иллюзия, да, то есть какой-то такой морок этих ароматов и он влияет на сознание человека. Я не знаю, ну вот, уточнил называется великий масштаб и великий аркан, Вы как будто можете как-то прошлое разрушать, прошлое разрушать, то, что не нужно, то, что уже отжило. Вот эта цена вашего слова, либо как-то вот что-то вы делаете, а это имеет последствия разрушения вашего прошлого. То есть ваша деятельность, связанная с этим словом, словами, она как будто бы разрушает ваше прошлое и заставляет двигаться либо вас, либо других людей. Да, двигаться как-то вот к лучшему. Скорее всего, здесь какая-то профессиональная сфера, я даже не могу предположить, здесь профессии, не знаю, вы держите какую-то свою лавочку с кристаллами, с какими-то благомониями. Мне просто идет небольшое помещение, в котором очень много ведьмасской атрибутики. Травки, сушеные, не знаю, свечки, разные. Мыло нету здесь, свечки, что-то такое, благомонии какие-то. В чем-то может, вы знаете, это может быть какое-то помещение, например, там, я не знаю, массаж, но какое-то помещение заглушенным светом, то есть это не светлое, это темное, такое, знаете, темное помещение с припушин каким-то таким светом, но там как-то пахнет, вот, кристаллы я лично, маленькие, большие кристаллы, не могу понять. Знаете, мне идет как песчаная какая-то пещера, либо пещера из солей, может, что-то с солью тоже, соляные какие-то, с процедурой, что-то такое, то есть здесь какая-то конкретная категория людей, вот, в контексте профессии, либо продовой своей жизни, да, вы имеете, ваше слово имеет вес и ценность. Так, то есть мне хочется сказать, как профессионал, да. Позиция номер три, зелененький камешек троечки. Владеете ли вы силой слова? Владеете ли вы силой слова? Первые два варианта, да, вы владеете силой слова? Вы владеете силой? Да, владеете. Сначала хотелось сказать, нет, да, потому что вы был король кубков и дьявол, вы владеете, конечно, словом обольщения, вы был большой обольститель, харизматичный, большой обольститель, в каких-то, либо, знаете, связанный, профессиональная сфера связан как-то с психологией, с гипнозом, с влиянием на сознание человека, изменять это сознание. Как-то, знаете, здесь даже не как психолог, а как психотерапевт, который погружает в сознание, погружает человека глубоко, вот, и там что-то в его закоулках, когда сознание начинает рассматривать. Либо, знаете, человек, который, там, не знаю, занимается айвом, измененное состояние, как дурман какой-то, вот, здесь об этом, ну, и обращение, обращение именно словами, эмоциями. Здесь идет, знаете, так, с одной стороны, какие-то эмоции такие, ну, вроде бы чистые, да, в контексте любви, а с другой стороны, здесь дьявол, то есть, он не дает, вот, именно чистоты этой любви, то здесь идет не про любовь, там, например, какую-то взаимную, а здесь любовь, какая-то вот искушающая, где есть страсть, где есть, вот, похоть, но какое-то вот вожделение, вот, что-то такое здесь идет, прям, причем вожделение ни к чему попало, а именно к чему-то такому недостигаемому, возвышенному, то есть, допустим, вот, если мужчина смотрит на женщину, то именно на ту женщину, которая ему вообще не под силу владеет, там, не знаю, актриса, кино, но вот именно с теми формами, которые ему нравятся, и вот он ее вожделеет, вот что-то здесь такое идет, здесь слова связаны именно с хитростью, с каким-то обманом, когда можете вводить заблуждение, вот я говорю гипноз, да, то есть внушать человеку то, что вам необходимо влиять на его сознание, как-то обманывать, вот, здесь смотрите, если, допустим, вы являетесь продажником, продавцом, да, человек, который продает, именно занимается продажами, не своих услуг, а вообще занимается продажами, вот здесь вот это вот прям, вы имеете огромную силу и огромную власть в этом, то есть вы можете убедить другого человека купить абсолютно все, вы находите нужные слова, причем вы, слова идут не от логики, а именно от эмоций, состояния, вы, допустим, если продаете телефон, к примеру, вы не будете говорить там его установки, там настройки, какие они классные, вы говорите, да посмотри там, я не знаю, какой цвет, обалденный, а еще вот если на него надеть вот этот вот чехол, а он еще будет так вот переливаться, и вот ты идешь так по улице, тебя замечает, и прям, вот что-то такое, то есть создаете какую-то такую иллюзию, вызывая в человеке эмоции, и человек подается на эти эмоции, потому что ему необходимо это, причем, знаете, когда если вы еще показываете людям, как вы можете реализовать их желание, если это в контексте ваших услуг, вот что ты хочешь, вот это, я тебе помогу это, я могу тебе это дать, я знаю, как это сделать, вот здесь, в этом идет, ну, дьявол он всегда харизматичный, он всегда может убеждать, он всегда может договариваться, он создает необходимые связи, он всегда выходит сухой из воды, всегда в выигрыше, но здесь вот с кубком, с королем кубков, да, в тандеме, вот идет мне какое-то, какое-то вожделение, похотливое, такое, знаете, вот хитрость заключается в том, что вот я как-то поманил, и не дала, вот что-то тут такое, вот в этом какой-то обман, я не могу понять, может быть, в знакомствах, во флирте, да, вы сильны, ну, это если в личной жизни, да, прекрасный пикарда, а в профессиональной, не идет гипноз, человек спит, 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 какие-то сны, не могу понять, почему нет, сны какие-то эротического формата, может, что-то такое, еще раз прошу, владеете ли вы силой слова, может, да, пусть сказать, в контексте достижения своей цели, для каких-то, учительских, да, для учительских целей, да, в целях обучения, в целях обучения, познания этого, этого материального мира, да, что-то такое, либо, когда у вас стоит цель, что-то предложить, в тему, кому-то что-то продать, что-то предложить, сказать, допустим, либо куда-то съездить, и вот, тогда вы, не знаю, можете убедить, допустим, если хотите съездить в отпуск с мужем, да, вам говорят, не, не надо мне это, вот вы можете очень вкусно преподнести, вот смотри, допустим, ты будешь заниматься вот этим, а я вот такая красивая, лежать на берегу моря, смотри, как ты пелец, у меня, у меня будет такой классный загар, и ты будешь на меня смотреть, восхищаться, и, боже, какую богиня я имею рядом с собой, вот что-то такое у меня идет, что-то такое идет, то есть, когда вы ставите себе какую-то цель, да, вы ее достигаете, тогда есть, вот эта вот ваша убежденность, вы используете слова, причем вы используете и состояние, и эмоции, вы используете свою наблюдательность, вы очень наблюдательны, внимательны, обращаете внимание на детали, у вас хорошая память, запоминайте то, что необходимо, и вы даете это в нужное время. Какова цена вашего слова? Какова цена вашего слова? Хочется сказать, знаете, либо как по настроению, либо благими намерениями путь выложен туда, куда мы знаем, потому что, с одной стороны, выпадает шестерка сосудов, она говорит про слияние высшего нишевого я, про некий такой инсайт, вдохновение, посещение, нахождение, скорее, присутствие Святого Духа внутри нас, то есть, вот это вот озарение, инсайт, когда человека переполняет свет, вот все такое чистое, а с другой стороны выходит лабиринт, с другой стороны выходит противоположность, что луна, что-то такое непонятное, что-то такое туманное, поэтому я говорю цена вашего слова, что, в принципе, намерения благие, но как-то вот в процессе происходит что-то непонятное, почему, потому что, опять же таки, чистое намерение благие, у нас выпадал король хуков, это любовь, это чистота, эмоции, состояние, переживания, а с другой стороны у нас выпадал дьявол, а здесь выпадает луна, то есть, вот эта вот картинка иллюзорности, создание каких-то образов непонятных, да, вот этот вот фейнвер, что-то такое туманное. Знаете, вот еще расскажу, здесь как будто бы ваши слова, они всегда идут, ну, по крайней мере, в вашей голове. Может казаться, что способы достижения, они какие-то вот не совсем правильные, что ли, не совсем честные, не совсем на основе морали, но вот как будто бы они одновременно идут во благо. то есть, я не знаю, как, знаете, вот как поддержать человека, здесь может быть еще такое, знаете, хотите кого-то поддержать, хотите какому-то человеку добра, и вы можете использовать обман, иллюзию, вот как-то для того, чтобы его успокоить, но при этом вы понимаете, что вы улучшаете человеку, но с другой стороны вы скажете, что вот, а ему же надо сейчас восслабиться, то есть, если я ему сейчас и правда еще буду выдавать, то ему будет еще хуже. Вот здесь что-то такое, поэтому пускай это будет ложь, но это вот как будто бы ложь во благо, вот что-то такое здесь идет. Потому что цена вашего слова, она как раз дает поддержку, она дает какое-то исцеление, она помогает в каких-то новых начинаниях, в общении, в рождении каких-то новых идей. Она меняет, она меняет жизнь людей, судьбу заворачивает противоположную сторону от той жизни, то есть, если человек живет, например, негативе, она заворачивается в лучшую сторону, а если наоборот человек живет хорошо, позитивно, то может изменить и в худшую сторону. но здесь, скорее всего, больше в лучшую сторону, в сторону ясности ума, в сторону чистоты, намерения, интуиции, познание себя, как будто бы что-то высвечиваете в душе, в душе человека. Но здесь, понимаете, здесь какая у меня энергия идет, что вы это вроде бы делаете, здесь какая-то вот, если это терапия, то это какая-то неоднозначная, что ли, она может быть болезненная. Не знаю, например, стояние на гвоздях, и кажется, что да, гвозди это боль, но вот при этом идет исцеление. Либо там хождение по углям. Да, это вот как-то не совсем традиционно, не совсем позитивно, но при этом это во влага. Либо там, не знаю, пью альбаску, да, может выворачивать, да, может быть ощущение неприятное, ухудшение, там вот состояние, но при этом происходят какие-то инсайты. То есть, здесь как-то из той серии, что бью, значит, люблю. Вот это об этом. Я не знаю, как это сочетается, но вот здесь как-то так может быть. Например, там, я не знаю, мужчина-женщина говорит, мы расстаемся, вот, она вся в слезах, и потом она появляется через какое-то время и говорит, что я специально так сделала, чтобы дать нам время подумать, насколько мы любим друг друга или нет. И потом они, значит, соединяются и вступают в брак. Что-то такое, то есть, как-то, не то, что-то через боль, здесь как-то идет у меня что-то по мечам, идет огонь и мечи, вот как-то это колет-ранит, как-то обжигает, что ли, огонь, колет-ранит, но при этом по итогу, что-то хорошее получается. На этом остановлюсь, потому что не могу соединить, ну, то есть, в моей голове это не соединяется, я не могу понять, как такое может быть, но по энергиям здесь именно так. Вот такой был небольшой у нас расклад, надеюсь, я вас сильно не запрещала. Прочались с вами до следующей недели, приходите на на Блице, в разделе сообщества будет анонс, ссылка на сообщество под этим видео, на мои услуги, если вы нажмете на ссылку на мои услуги, вас перебросит в документ, где вы можете увидеть ссылку на мой телеграмм и прочитать мои услуги. на следующей неделе первого часа я всегда делаю разные акции, не пропустите, я хочу в этот раз делать акцию на свои спонсорские расклады, которые я проводила некоторое время назад, их набралось достаточно много, кому они интересны, не пропустите, первого числа, первого июня я сделаю пост-анонс в разделе сообщества, где я расскажу, как можно будет приобрести эти расклады спонсорские, там очень много интересных тем для тех, кто любит поразмышлять, пофилософствовать, вот, а я с вами прощаюсь, всем пока-пока,